Давайте начнём. В прошлый раз мы определили, что такое гаоморфизм линейных представлений. В теории представлений большую роль играет известная лемма Шура о свойствах гаоморфизмов неприводимых представлений. Её можно сформулировать в разных версиях, в нескольких вариантах. Давайте мы некоторые из этих вариантов сформулируем. Лемма Шура. Пусть r и r' – два неприводимых представления. Какой-то математической структуры. Мы по-прежнему работаем в такой максимальной общей структуре. Значит, первый пункт. Любой гаоморфизм из одного неприводимого представления и из представления r в другое либо нулевой отображение, либо является изоморфизмом. Пункт b – эндоморфизмы неприводимого представления. Как мы знаем, они образуют алгебру над полем. Так вот, это алгебра с делением. То есть, у каждого ненулевого элемента есть обратный. Или по-другому тело. Но алгебра, поскольку это алгебра над полем, то принято говорить алгебру с делением. И пункт b. Если основное поле, над которым мы рассматриваем представление, алгебраически замкнуто, и наше неприводимое представление r конечномерно, то тогда алгебра эндоморфизмов – это просто само поле k. И более точно это означает, что любой эндоморфизм просто скалярин, является скалярным, пропорционален тождественному преобразованию. Любой эндоморфизм имеет вид c равно лямбда е, е – это единичный оператор, а лямбда – это некая константа, некая скалярин. Вот. Вот это вот лемма-шура, которая вам, наверное, известна из, ну, по крайней мере, в какой-то формулировке, может, не в точности такой, а она вам известна, наверное, из представлений групп, из теории представлений групп. Но она имеет место, так сказать, в самой общей ситуации. Вот давайте мы её докажем. в этой самой общей ситуации. Значит, давайте начнём с пункта А. Ну, давайте введём какие-то обозначения. Значит, пусть у нас R – это представление нашей математической структуры S в векторном пространстве V, а R' – это представление в пространстве V'. Да, конечно. У вас буквы разные, да, имеют вид? Где буквы, какие буквы? Ну, в самой посредине фразы имеет вид, это Е и С, имеют виду в виду Ч. Ну, вот это вот рукописная буква С, а это буква Е. Ну, как? А С вы берёте из эндоморфизма? Произвольный эндоморфизм, да. Произвольный эндоморфизм является скалярным, любой эндоморфизм является скалярным оператором. А, Е – это всё? Е – это единичный оператор. Я напишу, если это вызывает. Ну, это вроде стандартно, в линейной алгебре обозначается буквой Е – единичный оператор. Е – это единичный оператор. Значит, что значит, что С – С – это гаоморфизм. Это значит, что у нас есть такая коммутативная диаграмма отображения С из V в V' есть произвольный оператор представления R, который действует на пространстве V. Есть соответствующий оператор представления R' который действует на пространстве V'. И вот здесь тоже отображение С. Вот такая диаграмма коммутативна. Это вот, что означает, что С является гаоморфизмом. Ну, мы можем теперь посмотреть на ядро этого гаоморфизма С и на его образ. Значит, ядро С – это будет подпространство в пространстве V, а образ С – это будет подпространство в пространстве V'. Так вот, можно заметить, что это инвариантное подпространство. Ну, давайте я не буду прям это подробно расписывать, это довольно легко проверить. Давайте я так вот на пальцах покажу, как по этой коммутативной диаграмме это увидеть. Вот почему, например, ядро инвариантное подпространство. Предположим, какой-то вектор лежит в ядре. Тогда он при отображении С отображается в нуль. Тогда, применяя к нему оператор представления R' – произвольный оператор, мы останемся, ноль перейдёт в ноль. То есть, если вектор V из ядра взять и пойти по этому пути, то мы получим ноль. Но тогда и по этому пути мы получим ноль. Диаграмма коммутативна. А значит, вектор, который получается из нашего вектора, лежащего в ядре, применением оператора R' – S, под действием С переходит в ноль. То есть, тоже лежит в ядре. Ну, значит, оператор R' – S сохраняет ядро на месте. Ядро переходит в ядро. С образом примерно то же самое. Если какой-то вектор отсюда является образом какого-то элемента отсюда, какого-то вектора отсюда, то когда мы применим к нему оператор R' от S, то есть, у нас был вектор отсюда, его образ, и мы применяем оператор R' от S. Это всё же пойти по этому пути. То есть, применив оператор R' от S к какому-то вектору из образа С, мы получим вектор, который тоже лежит в образе какого-то вектора из С. То есть, образ переходит в образ. Я не хочу это всё расписывать подробно. Я надеюсь, я пояснил, как это можно увидеть из этой коммутативной диаграммы. Можно всё это расписать, но это уж я оставлю вам в качестве самостоятельного упражнения, если кто-то хочет ещё раз это продумать. В общем, короче говоря, ядро и образ гаоморфизма линейных представлений являются инвариантными подпространствами. А поскольку мы предполагаем, что представление R, например, представление R неприводимо, то инвариантных подпространств в пространстве V всего два. Это нулевое и само V. Ну, в первом случае, если ядро... То есть, возможно, такие варианты. Либо ядро гаоморфизма С – это всё пространство V, ну тогда С – это просто нулевое отображение. Любой вектор переходит в ноль. Либо ядро, наоборот, нулевое. Это означает, что отображение С инъективно, а поскольку у нас представления неприводимые, и значит, они, соответствующие в векторное пространство, не равны нулю, то получается, что ненулевое пространство V инъективно отображается в пространстве V'. То есть, образ отображения С будет ненулевым в этом случае. Значит, если ядро С нулевое, то наоборот, образ отображения С будет ненулевой. Ненулевой. Ну, а раз это ненулевое инвариантное подпространство, значит, оно совпадает с пространством V'. И, следовательно, отображение С изоморфно отображает пространство V на пространство V'. То есть, С является изоморфизмом. Это вот вторая возможность. Таким образом, первый пункт Лемм и Шура доказан. Ну, а два других уже относительно легко следуют из первого. Пункт B сразу вытекает из пункта A, потому что, согласно пункту A, любой геоморфизм R в себя, то есть, любой эндоморфизм, он либо является нулевым отображением, либо изоморфизмом, то есть, обратимым линейным оператором на пространстве V. Значит, любой ненулевой эндоморфизм по пункту A обязан быть обратимым. Это и есть утверждение о том, что эндоморфизм образует алгебру с делением. Что же касается пункта V, ну, тут можно сказать совсем коротко, например, можно вспомнить, что любая конечномерная алгебра с делением над алгебраически замкнутым полем, как устроено, не было такого в третьем семестре, это само поле, да, что над алгебраически замкнутым полем не бывает никаких нетривиальных конечномерных алгебра с делением. Вот, ну, можно это и не вспоминать, можно это, так сказать, непосредственно в данном случае проверить, да, а именно, можно сказать так, что если у нас есть какой-то эндоморфизм C, неприводимого представления R, конечномерного над алгебраически замкнутым полем. Значит, ну, C это линейный оператор на конечномерном векторном пространстве, на пространстве V, над алгебраически замкнутым полем. Значит, у него есть собственный вектор и собственное значение в этом поле. Вот, пусть лямбда это его собственное значение. Ну и рассмотрим линейный оператор С минус лямда Е. Это тоже будет эндоморфизм, потому что С это эндоморфизм, ну скалярный оператор очевидно является эндоморфизмом, он совсем на свете коммутирует, значит их разность тоже эндоморфизм. Вот, но с другой стороны это будет вырожденное отображение, потому что мы же, лямбда же это собственное значение, как минимум на собственных векторах с собственным значением лямбда это обращается в ноль. А по пункту B любой ненулевой эндоморфизм должен быть обратим, то есть невырожден. Значит, этот автоморфизм обязан быть равен нулю. Этот эндоморфизм обязан быть равен нулю. Ну это означает, что С равно лямбда Е. Вот так вот доказывается Лемма Шура. Понятно, да? Значит, Лемма Шура хорошо работает при изучении не только неприводимых, но и тех представлений, которые составлены из неприводимых, то есть вполне приводимых представлений. Вот давайте мы обсудим, как применяется Лемма Шура к изучению вполне приводимых представлений. Значит, пусть R, я меняю обозначения, вернее, обозначения у меня буквы те же, но смысл меняется. Пусть R это вполне приводимое конечномерное линейное представление. Значит, как мы в прошлый раз видели, такое представление разлагается в прямую сумму неприводимых представлений. R может быть разложено в прямую сумму R1 плюс и так далее, плюс Rm. Это разложение соответствует разложению пространства V в прямую сумму инвариантных подпространств. И вот эти RIT это просто ограничение представления R на каждое из этих инвариантных подпространств. И вот они неприводимы. Среди них могут быть изоморфные друг другу. То есть, другими словами, можно сказать так, что одно и то же неприводимое представление может встретиться в этом разложении несколько раз. Вот пусть P это произвольное неприводимое представление нашей структуры S в каком-то векторном пространстве U. Тогда назовем кратностью неприводимого представления P в разложении вполне приводимого представления R на неприводимое слагаемое. Назовем, давайте мы это число будем обозначать таким вот образом, R поделить на P. Кратность же, правильно? Вот. Значит, назовем количество тех слагаемых в разложении представления R на неприводимое, который изоморф на P. Вот. И если мы просуммируем все инвариантные подпространства V и T, соответствующие таким слагаемым, то вот эту вот подсумму прямой сумме, дающей пространство V назовем изотипной компонентой. изотипная компонента, отвечающая неприводимому представлению P, ну скажем, типа P, изотипная компонента типа P. В представлении R назовем, значит, обозначим ее так, V с индексом P в круглых скобочках. Назовем прямую сумму тех в иитах, для которых соответствующее представление R ито изоморф на P. Вот. И если мы ограничим представление R на вот эту вот изотипную компоненту, то мы получим сумму нескольких копий одного и того же представления P. Правильно? Потому что все соответствующие слагаемые R ито будут изоморфны P. И количество этих копий как раз будет равно кратности. То есть, это будет сумма P плюс P плюс P столько раз, какова кратность неприводимого представления P в разложении представления R. Вот представление такого вида вполне приводимое представление, которое разлагается в сумму нескольких изоморфных неприводимых представлений, то есть, несколько копий одного и того же неприводимого представления. Такие представления тоже называются изотипными. Изотипными, потому что в них присутствует только один тип неприводимого представления. Такие представления называются изотипными. Ну и если мы в этом разложении пространства V в прямую сумму инвариантных подпространств сгруппируем слагаемые одного и того же типа, то мы получим разложение пространства V в прямую сумму изотипных компонент по всем возможным неприводимым представлениям, которые входят в разложение R с ненулевой кратностью. То есть при этом пространство V есть прямая сумма своих изотипных компонент по всем неприводимым представлениям P, которые входят в разложение R с ненулевой кратностью. И вот оказывается, что в отличие от вот этого разложения, разложение на изотипные компоненты, оно принадлежно однозначно. То есть мы можем разными способами раскладывать представления R в прямую сумму неприводимых представлений, но при этом, если мы в каждом таком разложении сгруппируем слагаемые по изотипным компонентам, сгруппируем одинаковое слагаемое, то то, что мы получим, всегда будет одно и то же. Ну и, соответственно, хотя разложение представления R на неприводимые представления могут быть разными, то есть вот эти пространства могут быть разными, V и Т, они все изоморфны друг к другу. То есть кратности неприводимых представлений в любом разложении представления R будут одни и те же. Вот давайте мы сформулируем это как утверждение. Значит, предложение 1. Кратности неприводимых представлений в разложении представления R. И изотипные компоненты, вот эти подпространства ВПТ, не зависят от разложения. Доказывается это как раз вот с использованием Леммы Шума. Доказательства. Давайте возьмем, вот зафиксируем неприводимое представление P и рассмотрим произвольный гоморфизм из представления P в представление R. C это гомоморфизм из P в R. Ну как он устроен? Представление R это прямая сумма представлений R и Тах. А гомоморфизм в прямую сумму однозначно задается набором гомоморфизмов в каждое слагаемое. Это вот универсальное свойство прямой суммы. Значит, всякий такой гомоморфизм можно единственным способом представить в виде произведения гомоморфизмов C1, C, M, где каждая C и Та есть гомоморфизм из P в соответствующее представление R и Та. Вот. Но оба этих представления неприводимы и P и R и Та. Поэтому вот это вот пространство гомоморфизмов из P в R и Та, оно либо нулевое, если эти два представления неизоможны друг к другу, да? Если R и Та неизоморф на P. P и R и Та неизоморф на P. А если эти два представления неизоморфны, P и R и Та, то мы можем их отождествить с помощью какого-то изоморфизма. Выберем какой-то изоморфизм между ними. И тогда можно считать, что R и Та это то же самое, что P. Тогда у нас получается, что это пространство, это просто пространство эндоморфизма в представлении P. P и R и Та это изоморф на P. Но правильнее было бы сказать, что не равно, а в этом случае изоморфное, да? Изоморфное пространство эндоморфизмов, если R и Та изоморф на P. Вот. Ну и таким образом пространство гоморфизмов и представление P в неприводимого, в наше вполне приводимое представление R, оно получается изоморфно прямой сумме вот таких пространств. Каждый эндоморфизм задаётся однозначно набором эндоморфизмов на прямые слагаемые. Ну, нулевые слагаемые можно отбросить, они на результат не влияют. И поэтому мы получаем, что пространство гоморфизмов из P в R изоморф на просто прямой сумме нескольких копий пространства эндоморфизмов представления P. А P же неприводимое, да, мы считаем? Да, P неприводимое, я сохраняю, а я здесь не написал, да? Странно, я вроде, ну я сказал словами, вот, P это неприводимое представление. Конечно, да, мы рассматриваем там кратности и прочее для неприводимых представлений. Сказал, но не написал, да, неприводимое представление. Вот, значит, прямой сумме изоморф на прямой сумме нескольких копий пространства эндоморфизмов нашего неприводимого представления P. Скольких копий? Столько, сколько в этом разложении имеется R изоморфных P. То есть количество этих копий равно как раз кратности представления P в нашем разложении представления R. Значит, вот это вот число, количество копий равно кратности, которая вообще говоря пока что еще зависит от разложения. Мы не доказали, что пока еще она от разложения не зависит. Но, тем не менее, мы получили вот такую интерпретацию этой кратности. Вот, совершенно аналогично можно рассматривать эндоморфизмы и в обратную сторону. Вот, значит, аналогично. Если у нас есть, давайте другой буквы какой-нибудь обозначим. Если у нас есть гаоморфизм B, наоборот, из представления R в представление P, то опять-таки по универсальному свойству прямой суммы он однозначно определяется своими ограничениями на слагаемое. То есть гаоморфизм B однозначно представляется в виде прямой суммы гаоморфизма в B1, Bm, где каждая B-итая является гаоморфизмом из R-итова в P. Но, опять-таки, это пространство можно описать точно так же, как в предыдущем случае. Если не изоморфны эти два представления, то это просто 0. если R-итая не изоморфна P. А если изоморфны, то тогда выберем какой-то изоморфизм, тогда отождествим R-итая с P с помощью этого изоморфизма, и мы получим здесь просто пространство эндоморфизма. То есть изоморфна пространство эндоморфизма в представлении P, если R-итая изоморфна P. И мы получаем для пространства гаоморфизмов в обратную сторону совершенно аналогичную формулу, что пространство гаоморфизмов из R в неприводимое представление P изоморфна прямой сумме нескольких копий пространства эндоморфизмов P в количестве равном кратности. Отсюда уже сразу следует, что кратность не зависит от разложения, потому что я напомню, что у нас все конечномерно, да? Пространство V конечномерно, все эти V-итая конечномерно, U тоже конечномерно. И поэтому мы можем сказать, что кратность неприводимого представления P в разложении представления R может быть вычислена каким образом? Ну вот если включать размерность пространства здесь и здесь, здесь размерность, ну вот какая-то размерность пространства гаоморфизмов, да? Из P в R. А в правой части размерность равна сумме размерностей пространства эндоморфизмов в количестве равном кратности, да? То есть размерность пространства эндоморфизмов умноженная на кратность. Ну, значит, если мы на размерность пространства эндоморфизмов поделим, то как раз получим краткость. И аналогично можно получить и со вторым пространством тоже. Другая формула – это размерность пространства эндоморфизмов из R в P, делённая на размерность пространства эндоморфизмов представления P. И вот эти числа, конечно, не зависят ни от какого разложения. Здесь никакое разложение не участвует, здесь участвует только пространство эндоморфизмов из одного представления в другое. Значит, не зависит от разложения. В случае алгебраических знам в то поле, кстати говоря, эта формула упрощается, потому что в этом случае все эндоморфизмы скалярные, и поэтому в знаменателе стоит просто единичка. И поэтому можно сказать, что кратность неприводимого представления в разложении произвольного вполне приводимого представления, она равна размерности пространства гаоморфизмов из этого неприводимого представления вот в то наше произвольное. Или размерности пространства гаоморфизмов в обратную сторону. Давайте напишем это замечание. В случае алгебраически замкнутого поля кратность просто равна размерности пространства гаоморфизмов либо этого, либо вот этого. У знаменателя стоит единичка. Это мы доказали первую часть теоремы, что кратности не зависят от разложений. И в частности это означает, что все разложения данного вполне приводимого представления на неприводимые слагаемые друг другу изомованы. Хотя сами эти подпространства в разных разложениях могут быть разными, инвариантные подпространства. Но, значит, что касается изотипных компонент, то давайте проанализируем чуть дальше вот то, что мы здесь получили. А именно, заметим, ну вот давайте посмотрим, например, на первое рассуждение. Заметим, что вот мы здесь показали, что каждый гаоморфизм из неприводимого представления П во вполне приводимое представление Р задаётся набором гаоморфизмов в каждое прямое слагаемое, но при этом выживают только те слагаемые, которые изоморфны П. Потому что в остальных случаях эти гаоморфизмы просто нулевые. И отсюда, в частности, следует, значит, что образ такого гаоморфизма содержится в прямой сумме тех слагаемых, которые изоморфны П. То есть как раз содержится в изотипной компоненте ВП. Вот С это вот то самое С, произвольный гаоморфизм из П в Р. Содержится в изотипной компоненте ВП. Вот. Значит, более того, если гаоморфизм С не нулевой, то полемия Шура это будет изоморфизм, он будет изоморфно отображать пространство представления П на какое-то подпространство вот здесь. Значит, если гаоморфизм С не нулевой, то поскольку представление П неприводимо, он должен быть инъективен, да? Он должен изоморфно отображать пространство представления П на свой образ. Значит, полемия Шура. Пространство представления П, то есть У, изоморфно отображается на образ гаоморфизма С, ну, который, вот как мы видели, лежит в изотипной компоненте типа П. Вот. Получается, что любое подпредставление, любое подпредставление в представлении Р, которое изоморфно П, оно содержится в этой изотипной компоненте. Вот. Значит, следовательно, можно сказать, что изотипная компонента ВП является просто суммой всех инвариантных подпространств, обозначу буквой W, суммой всех инвариантных подпространств, на которых ограничение представления Р изоморфно П. Потому что всякое такое инвариантное подпространство является образом пространства представления П при некотором изоморфизме. Вот У изоморфно, значит, существует изоморфизм, изоморфно отображающий У на W, если ограничение представления Р на W, изоморфно П. То есть мы задали изотипную... Да, значит, почему сумма? Мы просто, казалось бы, доказали, что любое такое инвариантное подпространство здесь содержится, да? Но на самом деле эта изотипная компонента, она же как раз из таких слагаемых и состоит. Она состоит, она является прямой суммой тех ВИТах, для которых РИТа изоморфно П, да? То есть изотипная компонента состоит по определению из суммы нескольких таких подпространств, ну по отношению к какому-то фиксированному разложению, но с другой стороны, любое инвариантное подпространство, на котором представление изоморфно П, оно в этой изотипной компоненте содержится. И получается, эта изотипная компонента по вот этой формуле от какого разложения не зависит. Она может быть определена таким образом, который не зависит от разложения. А? А? Ну, на самом деле, не обязательно. Я же нигде не сказал, в принципе, что представление Р приводимо. Р может быть само неприводимо. Тогда здесь просто есть одно единственное слагаемое. Р1 равно Р. Но все рассуждения проходят. Просто в этом случае оно совпадает со своей изотипной компонентой. В принципе, в интересных случаях, конечно, когда представление Р приводимо, это будет собственное пространство. Значит, не зависит от разложения. То есть, вот это изотипное разложение вполне приводимого представления, оно является, так сказать, каноническим. Но вот еще раз подчеркну, давайте сделаем все-таки это отдельное замечание. Значит, замечание, что разложение пространства В в прямую сумму инвариантных подпространств, на которых представление неприводимо, вот такое разложение не единственное, вообще говоря. В отличие от изотипного разложения, более крупного. Вот. Ну, это очень легко объяснить, почему здесь единственность нарушается. Давайте рассмотрим в качестве простейшего примера, вот самый такой тривиальный случай. Когда у нас, допустим, рассматривается представление группы из одного элемента. Тривиальная группа. Тогда, поскольку при представлении группы единица должна переходить в единичный оператор, то получается, что неприводимое представление у нас ровно одно, ну, вернее так, получается, что любое подпространство будет инвариантным. Потому что относительно единичного оператора все подпространства инвариантные, да? Тут проблем с инвариантностью нет. Вот. Но если любое подпространство инвариантное, то получается, что неприводимое представление, то есть те, в которых нет инвариантных подпространство, только одномерное, да? Причём все они одинаковые, потому что на каждом из них наше представление действует просто единичным оператором. То есть отсюда следует, что существует единственное, существует единственное неприводимое представление, обозначивая буквой P, причём размерности 1. Вот. И тогда, раз неприводимое представление существует только одно, то всякое представление будет изотипным, оно разлагается на неприводимое, на одномерное, и все они изоморваны друг к другу. То есть отсюда следует, что представление R изотипное, и разлагается в прямую сумму стольких копий представления P, какова размерность пространства V. Размерность пространства V или размерность представления R это одно и то же. Вот. То есть все такие разложения выглядят одинаково, но тем не менее, разложение пространства V в прямую сумму соответствующих инвариантных подпространств, V1 и так далее, Vm, значит, размерность Vm. Размерность этих Vитых в данном случае равна единице. Да? Таких разложений может быть очень много. То есть разложение пространства в прямую сумму одномерных подпространств это более-менее то же самое, что выбор базиса в этом пространстве. Ну точнее, выбор базиса с точки зрения пропорциональности. Вот. Значит, таких разложений много. Разложений на неприводимое слагаемое много, но они все изоморны друг к другу. А вот разложение на изотипное слагаемое, оно ровно одно. Вот. Хорошо. Значит, теперь давайте мы в дополнении к предложению 2 давайте мы докажем еще в предложении 1 давайте мы докажем еще некое утверждение о канонической записи изотипной компоненты данного вполне приводимого представления. в предложении 2 существует канонический изоморфизм. Существует канонический изоморфизм изотипной компоненты представления R отвечающему отвечающей ну типа P отвечающей неприводимому представлению P с тензорным произведением вот такого вида. пространство галаморфизмов из P в R тензорно умножить на пространство представления P на вот это самое пространство U тензорно умножить над кольцом эндоморфизмов представления P то есть изотипную компоненту отвечающую представлению P типа P можно каноническим образом записать в виде такого тензорного произведения. И опять-таки я подчеркнул что в случае алгебраически замкнутого поля вот эти эндоморфизмы они все скалярны в конечномерном случае я сохраняю предыдущие предположения все эти эндоморфизмы скалярны и здесь просто обычное тензорное произведение векторных пространств то есть изотипную компоненту можно канонически записать как тензорное произведение пространства неприводимого представления данного типа фиксированного на пространство галаморфизмов из этого неприводимого представления в наше представление значит еще раз вот я там писал ну давайте еще раз напишу что у это пространство неприводимого представления п то есть у нас п это неприводимое представление в пространстве у а это произвольное вполне приводимое представление непроизвольное вполне приводимое представление уже вот в В пространстве V вполне приводимо. Вот мы сохраняем такие обозначения. Вот, ну как это доказать? Давайте вот как раз докажем это и сделаем перерыв. Ну надо это из-за варфиза как-то построить. Да, вот. А для этого, во-первых, надо понять, это же тензорное поведение модулей над кольцом эндоморфизмов. Какая структура модуля над кольцом эндоморфизмов P вот здесь и здесь. Здесь должна быть структура левого модуля, а здесь должна быть структура правого модуля, чтобы можно было брать такое тензорное произведение. Значит, структура левого энд P модуля на U, ну она более-менее очевидна. Что значит умножить вектор из U на эндоморфизм? Ну значит просто применить этот эндоморфизм к этому вектору и все. Вот. То есть эндоморфизм A умножить на вектор U, это просто применить этот эндоморфизм к этому вектору. Вот. Так у нас возникает на U структура левого модуля над кольцом эндоморфизмов. В случае, когда поле алгебрических сам, то это просто поле, поле K, и это просто векторное пространство. Значит, A это просто скалярный множитель, и здесь умножаем вектор на скаляр. В обычном смысле. Вот. Структура правого модуля над кольцом эндоморфизмов на пространстве галморфизмов из P в R, она тоже более-менее очевидна. Если у меня есть галморфизм вот C из P в R, я хочу его справа умножить на эндоморфизм представления R, представления P. Как это понимать? Значит, C это галморфизм отсюда-сюда, а P, а A это эндоморфизм P. Как, естественно, понимать такое произведение? Как композицию, конечно. Тут, в общем, особо ничего другого не придумали. Значит, это просто композиция. Ну, легко проверить, что там все свойства модуля выполняются, и в том и в другом случае. То есть у нас возникает структура левого-правого модуля, и мы, соответственно, можем взять тезерное произведение. Теперь мы можем рассмотреть отображение из Декартового произведения вот этих двух модулей, этих двух пространств, HOM PR на U пространство V, а именно паре галморфизм C из U в V и какой-то элемент пространства U что, естественно, сопоставить? Ну, конечно, применить C к U. Тут тоже ничего более естественного не придумаешь. Вот. И это отображение, очевидно, будет билинейным. Причем оно будет билинейным над этим кольцом эндоморфизма. То есть это отображение, как мы писали, энд, P билинейно. В частности, значит, можно перебрасывать множитель из кольца эндоморфизмов с C на U и наоборот. Ну, вот в силу того, как мы определили эти операции, это довольно очевидно. Вот. Можно C на A подействовать на U. Это то же самое, что C подействовать на A от U. Да? Одно и то же. Это же композиция. Вот. Поэтому по универсальному свойству тензорного произведения у нас возникает линейное отображение. Значит, следовательно, существует линейное отображение. И из вот этого тензорного произведения в пространство В, которое ставит соответствие уже не паре C, U, а тензорному произведению C на U, ну, то же самое. То есть, давайте я где-нибудь здесь напишу. C тензорно умножить на U маленькое и переходит в C от. Вот. Возникает такое линейное отображение. Ну и вот я хочу на самом деле показать, что это линейное отображение Фи большое изоморфно отображает это тензорное произведение на изотипную компоненту типа П, живущую в пространстве В. Ну, можно это так чисто формально на самом деле сделать, потому что вот мы с вами видели в доказательстве предыдущего предложения, что пространство гомоморфизмов из П в Р изоморфно в прямой сумме нескольких копий пространства эндоморфизмов представления П. Прямая сумма по И от 1 до К, значит, К это у меня будет кратность представления Р, представления П, представления Р. прямая сумма по И от 1 до К, пространство энд П. Это вот я так расписал, что такое пространство гомоморфизмов из П в Р. И мы это дело тензорно умножаем на У над этим же самым кольцом эндоморфизмов. Ну а мы с вами в свое время обсуждали, что когда мы умножим модуль тензорно на само кольцо, над этим кольцом, мы получим сам этот модуль. То есть получается, что эта штука канонически изоморфно в прямой сумме К штук копий пространства У. Теперь куда отображается эта штука? Ну, как мы знаем, тензорное произведение двух модулей порождено элементами, которые являются тензорными произведениями элементов из со множества. Оно порождено такими элементами. Значит, образ этого линейного отображения Фи порожден вот такими штуками. Правильно? А все такие штуки, они лежат в изотипной компоненте типа П. Потому что вот мы с вами видели, что гомоморфизм из неприводимого представления в произвольное образ лежит в изотипной компоненте соответствующего типа. Значит, образ Фи содержится в изотипной компоненте типа П. Но изотипная компонента типа П может быть так, лучше здесь напишу, мне здесь будет удобно. Значит, образ Фи содержится в изотипной компоненте типа П. Но изотипная компонента типа П она является прямой суммой тех инвариантных подпространств в разложении пространства В, тех ВИТых, ограничение представления на которое изоморф на П. Но давайте без ограничения обществе будем считать, перенумеровав их по-другому, что это первая К штук. То есть, вот это вот ВП это сумма, допустим, первых К подпространств, в разложении пространства В, В1 и так далее, ВК, которые изоморфны, ограничение представления на которые, значит, Р, ограниченное на ВИТ, изоморф на П и от 1 до К. И получается, что при отображении ФИ, если вот пройти по всем этим изоморфизмам, то при отображении ФИ вот эта штука отображается вот сюда. Но осталось только понять, как она отображается. Опять-таки, давайте проследим за всеми этими изоморфизмами. Значит, каждая С задается набором своих проекций на вот эти вот самые ВИТ, правильно? Которые являются либо нулевыми отображениями, либо изоморфизмами. Да? Вот эти ЦИТ, которые мы писали. Вот. Соответственно, С тензорно на У отображается в сумму ЦИТ от У. Да? Значит, С тензорно умножить на У отображается в С1 от У плюс и так далее плюс СКТ от У. И каждая ЦИТ от У лежит в соответствующем ВИТ. А после КТ слагаемого я их не пишу, потому что остальные отображения нулевые. Вот. Теперь давайте мы возьмем какое-нибудь одно из слагаемых в этом разложении. Ну, скажем, там, не знаю, ИТ слагаемое. И посмотрим, куда оно отображается. Значит, то есть я запишу так. Ноль прямая сумма и так далее. Прямая сумма У прямая сумма и так далее. Ноль. Значит, У на ИТ месте. Ну, тогда вот это ИТ слагаемое здесь у нас будет отображаться в ИТ слагаемое здесь. Правильно? Вот. Потому что в этом случае все С житые равно нулю, кроме С ИТ. То есть ИТ слагаемое здесь отображается в ИТ слагаемое здесь. Вот. Причем отображается оно изоморфно. Потому что вот все отображения из У в ИТ, которые являются галморфизмом представлений, это же два неприводимых представления изоморфных друг к другу. Они либо нулевые, то есть изоморфизм. В частности изоморфизм существует. И если мы такой изоморфизм выберем, то есть отождествим У с ВИТом, то тогда можно сказать, что остальные отображения, которые здесь возникают, это просто эндоморфизм и представление У. То есть если считать, что ВИТа это то же самое, что У, тогда всякое такое отображение это будет эндоморфизм и представление У. Но этот эндоморфизм можно перебросить с одного множителя тензерного произведения на другой и сделать его просто единичным оператором. То есть любой элемент из этого тензерного произведения представим в виде там единичный оператор отсюда тензерно умножить на какой-то вектор здесь. Значит единичный оператор тензерно умножить на какой-то вектор У маленькая. И куда эта штука перейдёт? Ну, надо просто применить, вот по этой формуле, надо применить соответствующий гаоморфизм, применить к вектору У. Если мы отождествили в ИТСУ, то тогда к вектору У надо просто применить единичный оператор, при этом отождествление, и вектор У перейдёт сам в себя. То есть получается, что при всех сделанных отождествлениях ИТС лагаемое просто тождественно отображается в ИТС лагаемое здесь. Значит, на каждом слагаемом прямой суммы у нас в отображении будет изоморфизмом, значит оно изоморфно отображает прямую сумму здесь, прямую сумму здесь. Вот, значит, давайте напишем окончательный вывод. Следовательно, φ изоморфно отображает вот это тензорное произведение. И изоморфно отображает на соответствующую изотипную компоненту, что нам и требовалось доказать. Вот на прошлой лекции и сегодня мы видели, что доказанные нами утверждения, вот все эти показывают, что неприводимые представления являются такими элементарными кирпичиками, из которых составляются любые представления. Ну, точнее, не любые, а любые вполне приводимые представления. Вот, бывают ситуации, когда любое представление вполне приводимо, например, какого рода результаты вы знаете, вот такого типа, что любое представление вполне приводимо? Теорема Машки, которая говорит, что это верно в случае представлений конечных групп над полем нулевой характеристики. Что в этом случае любое конечномерное линейное представление конечной группы над полем нулевой характеристики вполне приводимо. Это теорема Машки. Есть другие категории представлений, где такого рода теорема тоже верна. И мы с вами, наверное, ещё в курсе с такими ситуациями встретимся. То есть не наверняка встретимся даже в самое ближайшее время. В общем случае это, конечно, неверно, но тем не менее понятно, почему неприводимым представлениям уделяется особое внимание. Из них, грубо говоря, можно составлять другие представления. Причём способ составления, как мы сегодня доказали, он более-менее единственный. То есть каждое вполне приводимое представление рассыпается на неприводимые единственным способом. Так вот, как конструктор такой. Вот. Значит, на этом мы с вами, вот общее, как я говорил, мы начнём с общих понятий и фактов теории представлений, которые верны для представлений чего угодно. Вот на этом мы с вами, так сказать, теорию представлений всего чего угодно закончим. И дальше уже мы с вами перейдём к представлениям более конкретных, более специальных математических структур. Нас будут интересовать в основном представления ассоциативных алгебр. А позже групп ли и алгебр ли. Алгебр ли и групп ли, когда мы дойдём до этой темы. Вот. Но начать вот сегодняшнюю лекцию я хотел бы закончить одним применением вот результатов, которые мы сегодня получили. Применением к теории групп. Значит, есть общая конструкция теории представлений не только для групп, да, а для всего чего угодно, к которым относится, например, прямая сумма представлений. Вот брать прямую сумму представлений можно для любых математических структур. А вот, скажем, тезерное произведение представлений, это понятие имеет смысл уже далеко не всегда. Вот мы обсудим, что такое тезерное произведение представлений групп. Давайте начнём вот с чего. Значит, пусть U и W два векторных пространства над полем K. И пусть на каждом из них задан линейный оператор. А линейный оператор на U, B линейный оператор на W. Тогда мы можем рассмотреть такое билинейное отображение. Значит, отображение из Декартового произведения U на W в тензорное произведение U на W. Но это не то отображение, которое вы бы ожидали. Вот то самое универсальное отображение тензорного перемножения сомножителей, компонентов. А это отображение будет выглядеть таким образом. Значит, пара U, W, U маленькая, W маленькая, мы её переведём в тензорное произведение векторов А, U тензорно на B, W. Да, тензорное произведение здесь берётся над полем K, разумеется. Никаких других структур модулей у нас сейчас здесь нет. Вот. Это отображение тоже будет очевидно билинейным. Да, оно линейно и по U, и по W. Потому что А и B это линейные операторы, а тензорное умножение линейно по каждому сомножителю. Значит, это отображение билинейно. А раз оно билинейно, то значит существует единственное линейное отображение из тензорного произведения U на W, ну снова туда же, которое делает коммутативной вот такую вот диаграмму. Значит, существует единственное линейное отображение С, которое, значит, делает эту диаграмму коммутативной. То есть, другими словами, С от тензорного произведения U на W равно АУ тензорно умножить на BW. Вот. Это линейное отображение, и даже линейный оператор на пространстве U тензор W, значит, линейный оператор, давайте напишем. Он называется тензорным произведением операторов А и В. То есть, тензорное произведение линейных операторов, оно действует на тензорном произведении векторных пространств, действует по следующему правилу. На первом сомножителе действует один оператор, а на втором сомножителе действует другой оператор. А вот тензорное произведение по этому правилу действует уже на тензорном произведении этих двух сомножителей. Значит, с любыми двумя операторами на двух векторных пространствах можно связать линейный оператор на тензенном произведении этих пространств. Вот по такому правилу. А теперь давайте представим себе, что у нас есть не просто два векторных пространства, а два линейных представления двух разных групп. Значит, пусть P – это линейное представление группы G в пространстве U, а Q – это линейное представление группы H в пространстве W. В – линейное представление группы. Тогда можно образовать их тензорное произведение. И в тензорное произведение R равное P тензорного множить на Q. Это по определению будет уже линейным представлением прямого произведения группы G и H в пространстве, которое является тензорным произведением пространств вот этих двух представлений U на W. И определяется оно по следующему правилу. Значит, оператор представления R, отвечающий элементу прямого произведения, то есть паре G маленькая H маленькая, определяется как тензорное произведение оператора P от G на оператор Q от H. Тензорное произведение операторов вот в этом самом смысле. То есть на первый тензорный сомножитель, грубо говоря, действует представление P, а на второй тензорный сомножитель действует представление Q. А все вместе действует на тензорном произведении. Вот несложно проверить, опять-таки я такие рутинные проверки оставляю в качестве упражнений на самостоятельное продумывание, что это будет действительно, вот это отображение будет действительно линейным представлением, то есть геоморфизмом групп. Надо просто посмотреть, как перемножаются такие операторы, что это будет соответствовать перемножению элементов из G и перемножению элементов из H одновременно. И здесь важно, что мы рассматриваем именно линейное представление групп. Для некоторых других структур тоже можно определить аналогичное понятие. Например, для множеств нет никакой проблемы, потому что там вообще не требуется никаких условий, кроме того, чтобы получилось просто отображение. Или там, допустим, для векторных пространств тоже можно определить. Сейчас, нет, для векторных пространств, наверное, уже... А, нет, ну можно, там как бы там нужно только аддитивность проверять, да? Сейчас. Нет, наверное, для векторных пространств уже непонятно. В общем, короче говоря, вот для групп можно, а дальше надо смотреть внимательно. Например, для ассоциативных алгебр такое понятие не определишь. То есть, если вы по тому же самому правилу попытаетесь определить линейное представление прямого произведения двух алгебр, то у вас нарушатся условия геоморфизма. Ну, грубо говоря, потому что в прямом произведении двух алгебр саммножители между собой перемножаются по нулю, да? У нас же там умножение покомпонентное. Поэтому если у одного элемента есть ноль по первой компоненте, а у другого ноль по второй компоненте, то их произведение равно нулю. Вот. А вот что здесь получится, ну, может быть, и не ноль. Короче говоря, с тензовым произведением надо, значит, надо быть аккуратным. Для некоторых математических структур это понятие имеет смысл. Вот, скажем, для алгебры Ли это имеет смысл. Но на самом деле это потому, что алгебры Ли связаны с группами. Все происходит из групп. И в некоторых Дуи ситуациях это имеет смысл. Но мы сейчас этих ситуаций касаться не будем. Мы будем рассматривать тензовое произведение представлений групп. Вот оно определяется вот таким вот образом. Здесь все корректно. Вот. Значит, и вот возникает естественный вопрос. А как устроены неприводимые представления прямого произведения... Вернее, ну, можно поставить два вопроса. Во-первых, что получится, если представления по ЭКУ были неприводимы? Что можно сказать про их тензорное произведение? Вот, оказывается, оно тоже будет неприводимым. А второй вопрос обратный. А как устроены произвольные неприводимые представления прямого произведения двух групп? Оказывается, они устроены в точности вот таким вот образом. Вот предложение, которое мы докажем, предложение 3, говорит следующее. Пусть по икум неприводимое, конечномерное представление групп GH, но тут надо потребовать, чтобы основное поле было алгебраический замкнут. Иначе утверждение будет неверное вообще говоря. Над алгебраически замкнутым, например, над полем комплексных чисел. Над алгебраически замкнутым полем К. Тогда их тензорное произведение будет неприводимым представлением группы G на H. Тогда R равное P тензорно умножить на Q будет неприводимым представлением. Будет неприводимым, понятно, какой группы мы так и определили. Будет неприводимым. И любое неприводимое представление группы G на H устроено таким образом. То есть эта теорема позволяет описывать неприводимое представление прямого произведения групп, если мы знаем, как устроено неприводимое представление со множителями. Ну, так очень удобно сводить изучение неприводимых представлений к более простым группам. Но это, правда, для алгебраически замкнутого поля. Ну и мы еще требуем конечномерности. Любое неприводимое конечномерное давайте напишем. Для того, чтобы избегать всяких проблем с аксиомой выбора, со всякими бесконечными базисами. Значит, давайте мы докажем это утверждение. Ну, давайте докажем вначале первую часть. То есть докажем, что тензорное произведение двух неприводимых представлений групп G на H будет неприводимым представлением группы G на H. Рассмотрим пространство представления R, то есть тензорное произведение U на W. И разложим его в прямую сумму подпространств следующим образом. Мы так уже делали, когда говорили про тензорное произведение веторных пространств над полем. Мы в U выберем какой-то базис и разложим пространство U в прямую сумму одномерных подпространств, отвечающих этим базисным векторам. И тогда, тензорно умножая на W, мы получим разложение вот этого пространства в прямую сумму. Значит, это U1 тензорно умножить на W, прямая сумма и так далее, прямая сумма UN тензорно умножить на W, где U1, UN это базисные векторы пространства U. как векторное пространство каждое из этих слагаемых изоморфно просто W. Так что фактически мы разложили тезерное произведение U на W в прямую сумму n копий пространства W. Более того, как у нас действует группа G на H я напомню в представлении R. У нас группа G действует на первом сомножителе на U с помощью представления P, а группа H действует на втором сомножителе W с помощью представления Q. Тезерное произведение двух представлений. Так вот, если мы про группу G забудем и будем действовать только группой H вторым сомножителем, то есть ограничим наше представление R на подгруппу H, на второй сомножитель вот этого прямого произведения, то тогда у нас вот эти вот на У1, УН, на первом тензорном множителе, ничего действовать не будет. Действие группы H, оно только на втором сомножителе. И там оно действует с помощью представления Q. То есть так, как действует на пространстве W. И получаем с вами, что вот этот изоморфизм с точки зрения теории представлений дает нам разложение, ограничение представления R на подгруппу H в прямую сумму N копий представления Q. То есть в прямую сумму N копий одного и того же неприводимого представления группы H. И отсюда следует, что это представление R, ограниченное на H, оно, во-первых, вполне приводимо, раз это сумма нескольких неприводимых, и более того, оно изотипно, потому что это сумма одинаковых неприводимых представлений. Значит, вполне приводимо и изотипно. Вот. А значит, раз оно изотипно, то никаких других неприводимых подпредставлений, кроме тех, которые изоморфны Q, в этом представлении нет. Значит, значит, все неприводимые подпредставления в R ограничено на H изоморфны Q. Потому что если бы было какое-то другое неприводимое подпредставление, то тогда бы у нас пространство этого представления лежало бы в какой-то другой изотипной компоненте, как мы видели, из чего состоят изотипные компоненты. Это сумма всех инвариантных подпространств, отвечающих данному типу неприводимого представления. А тут оно всего одно. И в частности, отсюда следует, что любое минимальное инвариантное подпространство, любое минимальное, ну не нулевое, давай, нулевое, оно, конечно, самое минимальное, это нас не интересует. Любое минимальное ненулевое инвариантное подпространство относительно вот этого представления R ограниченного на H, является образом пространства представления Q, то есть вот этого пространства W, при некотором гомоморфизме из Q в R ограниченное на H. значит, имеет вид образ гомоморфизма C, где C это гомоморфизм из представления Q в представление R на H, ограниченное на H. Значит, минимальное инвариантное подпространство, раз оно минимальное, значит, ограничение на него представления неприводимо, да, меньших инвариантных подпространств уже нет, вот. А все неприводимые подпредставления здесь, они изоморфны Q, то есть представление группы H на любом минимальном, ненулевом инвариантном подпространстве, оно изоморфно Q. Ну и значит, вот, если взять соответствующий изоморфизм, из Q в это вот, на это подпредставление, то вот его образ как раз и будет тем самым инвариантным подпространством. Понятно? Вот, хорошо. А теперь давайте посмотрим, еще раз вернее вспомним, а как устроены вот такие гомоморфизмы? Ну, всякий гомоморфизм в прямую сумму представлений, он является прямым произведением гомоморфизмов в слагаемые, правильно? То есть гомоморфизм C есть прямое произведение C1 и так далее на Cn. Где каждая C и T, это можно сказать, значит, ну это можно сказать эндоморфизм Q, да? Это гомоморфизм из Q вот в одну из этих слагаемых, да? Вот. И если мы применим теперь такой гомоморфизм C к какому-нибудь вектору из пространства представления Q, то есть к вектору W, C от W маленькая, это есть сумма C1 от W маленькая, плюс и так далее, плюс Cn от W маленькая, да? где каждая слагаемая лежит в соответствующем слагаемом этого разложения. Ну, точнее, здесь разложение представлений, если мы рассмотрим разложение в прямую сумму векторных пространств, то есть вот это разложение, да? То каждая слагаемая здесь лежит в соответствующем слагаемом вот этого разложения. Вот. То есть C и Т от W принадлежит U и Т тезерно умножить на W. Вот. Ну, если мы отождествим это пространство с самим пространством W, что мы, собственно, и делаем, когда мы пишем такое разложение, то мы можем сказать, что множитель U и Т у нас просто выносится, да? И получается, что образом вектора W здесь является U и Т тезерно умножить U и Т тезерно умножить на образ вектора W при каком-то эндоморфизме представления Q. Вот. Но все эндоморфизмы неприводимого представления Q, они скалярны, потому что у нас поле алгебраически замкнута, представление конечно мерное, то есть то, что здесь будет на втором сомножителе, это будет лямбда и Т умножить на W, где лямбда и Т это некий скаляр. Вот. Ну, если мы теперь все это вместе соберем, то что мы получим? Мы получим сумма U и Т тезерно умножить на лямбда и Т, W, что можно переписать по-другому. Можно написать как сумма лямбда и Т у и Т тезерно умножить на W. Где лямбда это фиксированные какие-то константы, потому что они задаются просто вот этими вот гаоморфизмами С и Т. Как эти эндоморфизмы действуют на пространстве W. От вектора W маленькое оно не зависит. Ну, а если гаоморфизм С устроен вот по такому правилу, то получается, что его образ состоит из всех таких вот векторов, где W маленькое бегает в W большом. То есть отсюда вытекает. А можно вопрос, что там лямбда и Т появляется? А лямбда и Т появляется, это вот, вот это отображение С и Т, оно отображает W сюда, правильно? Если мы вот это пространство просто отождествим с W, ну, первый множитель отбросим, отождествим со вторым множителем, первый множитель у нас фиксирован, это у и Т, то у нас получится, что С и Т это просто эндоморфизм пространства W. А эндоморфизмы неприводимого представления, они скалярны. Ну, в наших предположениях, полиалгебраический замок, это всё конечномерное. Поэтому это вот скалярные множители, которые задают эти эндоморфизмы. Вот, значит, получается, что, следовательно, сейчас, делаем хороший мюл, следовательно, образ гаоморфизма С, он имеет такой вид. Значит, это некоторый фиксированный вектор У маленькая, Тезер, но он может надувливать. Где У маленькая, это вот как раз вот такая вот сумма. сумма лямбда и Т, у и Т, лежащая в пространстве У. Другими словами, мы поняли с вами, как выглядят любые инвариантные, минимальные инвариантные подпространства. Значит, любое минимальное, ненулевое инвариантное подпространство относительно группы H имеет вот такой вот вид. какой-то фиксированный вектор из У, Тезер, но он может надувливать. Вот, но если минимальное имеет такой вид, то произвольное инвариантное подпространство, оно является суммой минимальных, потому что произвольное представление у нас будет, подпредставление в этом представлении будет тоже вполне приводимо, и, значит, разлагается на неприводимое слагаемое. То есть любое инвариантное относительно вот этого представления подпространства будет суммой минимальных, прямой суммой минимальных. Значит, получается, что любое инвариантное подпространство относительно группы H, то есть относительно представления R, ограниченного на H, в Тезерном произведении У на W, имеет вид У штрих, Тезерном умножить на W, где У штрих какое-то подпространство, в пространстве, оно просто будет, это У штрих складываться из таких вот одномерных подпространств, натянутых на отдельные векторы, если мы разложим это инвариантное подпространство в сумму минимальных. Вот. То есть мы описали, как в нашем, в пространстве нашего представления устроено инвариантное подпространство относительно одной подгруппы, да? Но если нас интересует представление прямого произведения групп, и мы хотим доказать, что оно неприводимо, то надо посмотреть на инвариантное подпространство относительно обеих подгрупп, да? То есть относительно прямого произведения. Но вот если это инвариантное подпространство относительно подгруппы H выглядит вот таким вот образом, и если оно инвариантно относительно обеих групп, то есть относительно всего представления R, то тогда что можно сказать про U'. Вот если мы требуем инвариантности только относительно подгруппы H, то есть относительно представления Q, то по второму сомножителю мы должны взять все пространство W, а по первому какое-то там U', лежащее в U. А если мы хотим, чтобы еще и относительно G было инвариантно, то есть относительно представления P, которые действуют на первом сомножителе, то что тогда можно сказать про U', каким оно должно быть? Если мы на такую штуку будем действовать группой G, операторами представления группы G, то есть фактически вот этими P от G будем действовать, то что у нас будет преобразовываться? Уитых здесь нет никаких, где уитые. Вот у меня тензорное произведение U' на W. Ну это уже состоит, конечно, но там много разных векторов. Не только эти уитые, разные другие есть тоже. Уитые вообще могут там не лежать, оно же не обязательно поражено базисным вектором. Да нет, причем все уитые? Без всякого базиса, если у нас же как действуют линейные операторы представления? Они действуют вот по такому правилу. На первом сомножителе действует P от G, на втором сомножителе действует Q от H. Вот относительно всех операторов Q от H такая штука инвариантна. Потому что здесь мы берем все пространство W и уже за пределы W мы точно не выйдем. А если мы хотим, чтобы эта штука была инвариантна относительно всех операторов P от G? У штрих должно быть инвариантно, конечно. То У штрих должно быть инвариантным подпространством относительно представления P. Но представление P у нас неприводимо и никаких инвариантных подпространств кроме тририальных нет. То есть У штрих это либо 0, либо У. Ну а тогда и это пространство, оно либо 0, либо все U на W. И тем самым мы показали, что никаких инвариантных подпространств в этом пространстве нет. Инвариантных относительно обеих групп, относительно всего представления R. Следовательно, R неприводима. Ну а теперь осталось доказать другую сторону. Осталось доказать, что любое неприводимое представление прямого произведения двух групп, оно устроено вот именно в второй пол. Обратно. Пусть R неприводимое представление группы G на H в каком-то векторном пространстве M. Давайте мы в этом пространстве... Да, во-первых, давайте отметим такое свойство. Значит, для любого элемента G из G и H из H, для любых двух элементов, эти элементы в прямом произведении элементы из разных сомножителей, они между собой коммутируют. Поэтому и операторы представления будут коммутировать. R от G умножить на R от G, для любого G маленького, является эндоморфизмом представления R, ограниченного на H. Он коммутирует со всеми операторами R от H. Вот. Теперь давайте выберем в пространстве V минимальное инвариантное подпространство относительно под группы H. H минимальное, ненулевое, инвариантное подпространство, обозначил буквой W, это будет не случайно. В, содержащиеся W, относительно представления R, ограниченного на H. Тогда представление группы H на этом минимальном инвариантном подпространстве будет неприводимым, поскольку это минимальные инварианты пространства, обозначенного буквой Q. То есть мы ограничиваем представление R, во-первых, на подгруппу H, а во-вторых, еще и на подпространство W. Рассматриваем действие только на этом подпространстве. Это представление будет неприводимым. А теперь давайте применим к этому представлению, вернее к этому подпространству W, применим все вот эти эндоморфизмы R от G. То есть рассмотрим в пространстве W... Что именно? Ну как, у меня есть понятие ограничить представление на подпространство. Это рассматривать операторы представления только на этом инвариантном подпространстве. А с другой стороны можно ограничить его на подгруппу. То есть рассматривать биоморфизм не из всей вот этой вот группы G на H, а только из подгруппы H. По-первых, со мной шли единицу брать. Тут мы делаем и то, и другое. Сначала ограничим на подгруппу, а потом то, что получилось, ограничим на подпространстве в варианте. Вот. Значит, давайте мы возьмем вот это пространство W и подействуем на него всевозможными эндоморфизмами нашего представления. То есть рассмотрим такие вот пространства, образы W под действием операторов RG. Они тоже будут инвариантными подпространствами, потому что RG это эндоморфизм, он коммутирует с операторами вида RH. И если RH сохраняли W, то RH будет сохранять и это пространство. Вот. Значит, рассмотрим все такие, их бесконечно много, вообще говоря, если группа G бесконечна, их бесконечно много. Рассмотрим все такие подпространства и рассмотрим их сумму. Не прямую сумму, а просто сумму. Сумма всех таких подпространств в пространстве В. Значит, сумма по всем G из G большого. У меня всё конечномерно, поэтому это будет сумма, хотя и бесконечного числа, но конечномерных подпространств, живущих в большом конечномерном пространстве, так что всё будет тоже конечномерно. И это будет подпространство инвариантно уже относительно обеих групп, и H, и G. Значит, инвариантно относительно представления R. Потому что каждая слагаемая инвариантно относительно группы H, как мы только что обсудили, а когда мы действуем группой G, эти слагаемые между собой переставляются, эти операторы R от G перемножаются, но сумма в целом остается неизменной. То есть это будет инвариантное подпространство в моем представлении R, ну а поскольку R неприводимо по условию, то оно будет совпадать с пространством V. То есть V будет равно сумме всех таких вот R от G, применить W, по всем G и G. Как я уже сказал, эта сумма вообще говоря не прямая, она может быть бесконечной, но можно это записать и в виде прямой суммы нескольких из этих подпространств. R от G первая, применить W, плюс и так далее, плюс R от Gn, применить W. А именно сначала возьмем какое-нибудь одно из этих подпространств. Если оно не даст нам всего пространства V, то добавим к нему второе такое же слагаемое, причем пересекаться они будут по нулю, потому что это минимальное инвариантное подпространство. Их пересечение, оно может быть только нулевым, это тоже инвариантное подпространство, которое лежит и там, и там, оно может быть только нулевым. Добавим второе слагаемое. Если опять не получим всего W, добавим третье слагаемое такого же вида, и оно тоже будет пересекаться с суммой двух предыдущих по нулю, потому что в нем нет никаких инвариантных подпространств. Оно минимальное. Так что каждый раз добавляя слагаемое, чтобы увеличить то, что получилось, рано или поздно в силу конечной мерности мы доберемся до всего пространства V. То есть эту бесконечную прямую сумму можно реализовать и как конечную прямую сумму. Бесконечную сумму, вернее, можно реализовать как конечную прямую сумму. Вот. Ну а отсюда следует... Давайте я вот здесь вот закончу доказательства. Отсюда следует, в частности, что если мы посмотрим, опять-таки забудем про действие G, посмотрим только на действие H. Отсюда следует, что представление R, ограниченное на H, является прямой суммой нескольких копий представления Q на пространстве W. Потому что на каждом из этих слагаемых представление H будет такое же, как на W. Мы же действуем геоморфизмами, которые перестановочны с действием H. То есть каждое отображение R от G, оно изоморфно отображает пространство W на вот одной из таких слагаемых. То есть R, ограниченное на H, будет прямой суммой N копий, N это вот то самое N, представление Q. Ну а значит оно изотипно, значит оно изотипно, как представление группы H. А мы с вами видели, что какова каноническая структура изотипного представления, изотипной компоненты. Мы видели с вами, что вот про второе предложение у нас было, что в этом случае пространство W канонически изоморфно-тезерному произведению пространства геоморфизмов из Q в R, ограниченное на H, на пространство дубов. Вот, где этот изоморфизм, ну я напомню, как он устроен. Да, вот это вот пространство, первый тензорный сомножитель, я естественно захочу обозначить буквой U большое. Я же хочу получить в итоге вот такую структуру моего представления, что это представление в тензорном произведении. Вот, значит как этот изоморфизм устроен, я напомню. Значит, элементу из правой части, который является тензорным произведением геоморфизма U маленькая, значит U большой, это пространство геоморфизмов. Геоморфизма U маленькая на вектор W, мы ставим в соответствие образ вектора W при геоморфизме U маленькой. То есть вот так вот устроен этот изоморфизм из предложения 2. Вот, ну а теперь мы можем превратить вот это пространство U в линейное представление группы G. Давайте я вот здесь вот сотру. Значит, определим. Линейное представление P группы G в пространстве U. То есть вот в этом пространстве геоморфизмов. Ну, по следующему правилу. Значит, P от G подействовать на геоморфизм U, это будет некий новый геоморфизм, который отображает вектор W. Ну, куда? Разумно определить так. Мы применим геоморфизм U к пространству W, к вектору W маленькая, и попадем в пространство W. А там уже действует оператор R от G. Там группа G действует с помощью представления R. С помощью представления R. То есть применим R от G вот к этому вектору. Ну и опять вот из этой формулы легко вывести, что это будет действительно представление, геоморфизм групп. Вот, и тем самым мы доказали, что наше представление R является тензерным произведением P на Q. Потому что, когда мы на первый сомножитель действуем представлением P, это все равно, что мы действуем на вектор из V элементом группы G. Ну, а когда мы на второй сомножитель действуем представлением Q, это значит, здесь мы действуем элементом H. Ну, это же геоморфизм, поэтому это все равно, что здесь мы действуем элементом H. В общем, это будет линейное представление. Вот. Значит, осталось только объяснить, почему P неприводима, но это примерно так же делается, как в предыдущем рассуждении. Значит, давайте я вот здесь вот сотру. Если у нас имеется тензорное произведение двух представлений, которые неприводимы, то каждый со множитель тоже будет неприводим. Потому что если бы у штрих было инвариантным подпространством относительно P, то тогда у штрих тензорного умножить на W было бы инвариантным подпространством относительно R, а таких инвариантов подпространства нет. То есть у штрих тензорного на W было бы либо нулевым, либо всем пространством W. вот значит но следовательно у штрих должно быть либо нулевым либо всем пространством а значит п не приводим у нас было неприводимого по этому построению и мы доказали что и п неприводимые тем самым наше представление r является тезовым произведением двух неприводимых представлений то есть любое неприводимое представление прямого произведения групп устроен таким образом вот на этом сегодня закончим